Победа 3 декабря ушла из жизни советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра Санкт-Петербурга. Нина Ургант родилась в 1929 году в Ленинградской области в семье советского офицера Николая Урганта. Военные годы она провела в оккупации в Латвии. После окончания школы Нина Николаевна поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского. После окончания института начинающая актриса поступила в драматический театр города Ярославля, где прослужила один год. С 1954 года Нина Ургант актриса театра имени Ленинского комсомола. В 1962 она перешла в театр драмы имени Пушкина, ныне Александринский театр. В кино Нина Ургант дебютировала в 1954 году в фильме «Укротительница тигров». Могла бы записаться на курсы текущей политики. Что ты? Ты политически совершенно не подкова. Не можешь поддержать элементарные беседы. Скажем, что делается сейчас в Греции, в Китае или в Индобразилии? Индобразилия. Дальше были главные роли в картинах «Мать и мачеха», «Пока жив человек» и «Война под крышами». Да я тебя расцелую. Ой, да ты чимовая. Ты зачем Катьку приласкала? Ее надо гнать паскуду. Гони ее. Я паскуда? А вы? Святые? Чистенькие? Своё горе моим детям прикрыла? Катя! Да ну вас всех с вашей жизнью! Однако всесоюзную известность Нина Николаевна получила после фильма «Белорусский вокзал», где она предстает в образе ветерана, бывшей фронтовой медсестры Раи, которая поет с товарищами песню про десантный батальон. Так где же вы перемазались? Было дело. Что ж Валька-то не явился, а? Ведь был он у меня тут зимой, разыскал. С вином приехал, с цветами. Вот шельной, а. Дочку мою увидал и говорит, давай мы их с Володькой поженим. Сейчас, говорит, допьем, все в самолет и махнем к Володьке на Диксон. И чуть было, правда, не махнули. Ей бог. Валь умер. Всего в фильмографии актрисы более 70 работ в кино. В последний раз актриса снялась в картине «Азиат» в 2008 году. Несмотря на востребованность, актриса отказывалась от большинства предложений в современном кино, считая, что для нее нет достойных ролей. В 2014 году Нина Ургант в интервью призналась, что страдает болезнью Паркинсона. Несмотря на жестокий диагноз, актриса до последнего боролась с заболеванием, желая сохранить ясно рассудок и двигательные способности. Светлая память актрисе и соболезнования родным и близким. Светлая память актрисе и соболезнования родным и близким. Субтитры создавал DimaTorzok